Добрый день. Расскажи, пожалуйста, кто ты, кто ты по образованию, кто ты по профессии, как ты попала в сетевой бизнес? Добрый день, Роман. История, конечно, очень интересная. Я инженер-преподаватель по образованию, первому выше, закончила машиностроительный институт. И второе образование — это гостиничные рестораны сервисы и туризм, Академия сервиса. До MLM-индустрии у меня был свой бизнес. Я была владелицей гостиничных и ресторанных комплексов, занималась общепитом, развивала этническую кухню. Я 15 лет была монополистом этнической кухни. Мы первые в городе Ростове-на-Дону стали развивать китайские рестораны. На тот момент это было очень востребовано, и эта первая волна, конечно, дала возможность реализовать себя как бизнесмена. Мы открывали дополнительную сеть ресторанов в разных городах. Это была и Калуга, это была и Москва. И на сегодняшний момент мы пришли к выводу, что в MLM-индустрии гораздо интереснее можно развиваться не только в финансовом плане, но и в личностном росте. Расскажи, как ты попала в сетевой бизнес? Всегда в жизни у каждого человека наступают определенные периоды, когда начинаешь задумываться, тем ли ты занимаешься и настолько ли тебе это нравится и устраивает все в той индустрии, в которой ты развиваешься. У меня тоже наступил такой период, и меня однажды пригласили на презентацию очень крупной американской сетевой компании. И там я получила какую-то новую струю, и я поняла, что я смогу в этой индустрии состояться как лидер, как бизнесмен, что эта индустрия даст возможность мне зарабатывать большие деньги. А в силе у тебя сразу стало получаться в этой компании? Было очень много моментов, которые я не могла перебороть как личность. Я работала всегда руководителем, у меня было более 20 предприятий, которые мне подчинялись, у меня были директора, юристы и бухгалтера. И когда я поняла, что не всякий руководитель может стать хорошим лидером в сетевой компании, но я теперь точно знаю и убеждена, что каждый лидер сетевой компании, он может возглавлять любой холдинг. Нариса, скажи, а как ты пережила, перенесла и вообще справилась с первыми отказами? С первыми отказами очень тяжело. Я считала, что я уже состоявшаяся личность, что меня уважают, меня знают в городе. Я входила в совет директоров предпринимателей города Ростова-на-Дону, была вхожа к мэру города. И когда я стала получать отказы, я поняла, что что-то, наверное, не так я делаю. И было очень как-то обидно, горько. И мне казалось, боже мой, с двумя высшими образованиями я прихожу, я рассказываю потрясающую информацию, и я знаю, что это может помочь этой семье. И я получала отказы. Для меня это был очень большой урок и стресс. Нелли, я знаю, у тебя большая семья, у тебя пятеро детей. Скажи, как твоя семья, как твои близкие, родственники, друзья, как они отнеслись к твоему решению? То, что касается моей семьи, у меня супруг сам занимается MLM-индустрией, он меня поддерживает, и он на этот путь меня направил, потому что сказал, Нелли, ты должна развиваться, ты должна быть самодостаточной и понимать вообще, что ты в этой жизни хочешь. А вот MLM-индустрия раскроет те качества твоего характера, которые не востребованы в линейном бизнесе. И он оказался прав. То, что касается детей, но воспитание у них восточное, и они приняли мое решение с уважением в любом случае, разделяли они его или нет, но это не обсуждается, потому что у нас классическое восточное воспитание. То, что касается близких родственников, они не понимают меня до сих пор, они не могут понять, почему у меня всегда позитивный настрой. И я стараюсь и детей настроить на такую волну, что надо из любой ситуации, какой бы она тяжелой ни была, находить позитив. Потому что это уроки, которые мы получаем, для чего-то мы это получаем и делаем выводы. Поэтому взять моих самых близких родственников, они разделились ровно на две половины. Одни говорят, вау, Неля, ну супер, ты в свои 53 года выглядишь хорошо, все время где-то ездишь, общаешься, у тебя глаза другие. Другие говорят, сошла с ума, где-то зазомбировали, и что-то происходит. Но их мнение меня не интересует, потому что это люди, которые живут не так, как я хочу. И мне абсолютно все равно, что они думают про меня в этот момент. А то, что касается тех близких, которые разделяют мою ситуацию и позицию, они сами очень успешны по жизни, они знают, как тяжело дается успех, они знают, как зарабатывать деньги. Их мнение для меня важнее. Неля, были такие периоды в твоей жизни, в твоей карьере, когда опускаются руки и хочется вообще все бросить? Как ты их пережила? Такие ситуации бывают в любом бизнесе, и в линейном, и в нашей MLM индустрии это неизбежно, потому что человек любой рост переживает через какую-то боль. И я считаю, когда вот наступает вот такой период, значит, надо взять себя в руки, надо открыть новые книжки, надо посмотреть новые видеоролики, надо поехать на какое-то новое обучение, получить какую-то внутреннюю мотивацию, чтобы дальше двигаться. И я всегда знаю, вот когда неприятно, какая бы ситуация ни была, когда ты ее перешагнул, ты получаешь, о, какой-то такой результат, который можешь даже сам не ожидать. И он всегда классный. Поэтому к неудачам надо всегда быть готовым, как к новой ступени к своему развитию. Поделись опытом, по твоему мнению, какое самое главное качество должно быть у человека, который занимается сетевым бизнесом, и на что не нужно обращать внимание? Самая главная черта, вот мне всегда хотелось помогать людям. И это невысокие слова, хотелось быть сопричастным к чему-то. Зарабатывать мы умеем, двигаться как-то по бизнесу мы умеем, но хочется чего-то такого, какой-то миссии в своей жизни. И когда мы получили это, Роман Викторович, благодаря вам в этой компании, ну все сложилось очень хорошо. То есть все пазлы стали на свои места. Тут не только карьера, бизнес, тут и самообразование, самомотивация. Это большое количество людей, которым мы помогаем. И самое ценное в этой ситуации я поняла в декабре месяце, когда ко мне приходили наши довольные пайщики, которые купили квартиры. И ком становился вот сюда горло, потому что они прекрасно понимали, только благодаря моей информации они приобрели этот объект недвижимости, который вообще им не снился. И вот я считаю, что вот это главное. Нэри, скажи, а что сейчас нового в твоей карьере и как вообще развивается твоя карьера? Мне можно сказать повезло. Я счастливый человек. Мне всегда в жизни везет на людей. Благодаря вам мы пришли в эту индустрию. Благодаря компании я нашла людей, которые реально разделяют мою идею, мою идеологию. Но самое главное — это новые люди, новые отношения, какие-то новые чувства. И не дает это застаиваться. Вот этот драйв, я считаю, это самое главное. А работать мы умеем. Нэри, скажи, пожалуйста, вот на твой взгляд, как ты считаешь, как лично ты сама изменилась? И вот какая ты была до сетевого маркетинга? И какая ты стала сейчас? Какая я была? И, наверное, это невысокие слова. Два совершенно разных человека. Вот представляете, когда в линейном бизнесе ты с утра до вечера находишься на работе, ты должен контролировать людей, и не всегда это в твою пользу. Потому что работодатель и наемный работник — это совершенно две разных категории людей. Сколько бы я не захотела бы сделать хороших вещей для своей команды, я не могу позволить это в линейном бизнесе. Есть четко, сколько я могу выделить на поощрение этих людей. И чем сильнее я вкладывала свои знания в какого-то своего директора, тем сильнее я выращивала себе на соседней улице конкурента. Что мне нравится в МЛМ-индустрии? Любой человек, который научится благодаря мне делать этот бизнес, это не только мой партнер, это мой друг, это уже выстраиваются совершенно другие отношения. И на сегодняшний день это самое-самое ценное приобретение в моей жизни. И это вот моя вторая половина жизни. Поэтому есть до «Life is good» и вместе с «Life is good». На сегодняшний день, представляете, какой я получаю драйв, когда я вижу, выстраивается команда моих лидеров, которые получают все награды от компании, которые принимают участие во всех промоушенах, во всех путешествиях. И когда даже просто фотографии смотришь и видишь свою команду, это непередаваемые чувства. Нелли, а какой совет ты сейчас с высоты своей карьеры, какой совет ты можешь дать начинающим сетевикам? На что не стоит тратить время, чего стоит избежать вообще? Самое первое, конечно, не останавливаться. Потому что все неудачи, которые постигают именно на первых шагах, они самые кажутся тяжелыми, но они запоминаются, и это приобретенный опыт. Даже когда просто учился человек первым своим шагам, мы знаем, сколько раз падают наши дети и внуки. Но они же не перестают от этого пытаться, чтобы пойти дальше. Поэтому для новичков самое главное не останавливаться. Если вы приняли решение, то действуйте. Нелли, спасибо за прекрасное интервью, спасибо за твой опыт. Ты действительно нам очень интересна, и ты действительно нам очень помогла. Спасибо. Удачи тебе. Спасибо, Роман. Редактор субтитров А.Семкин